Приветствую вас, любители вкусного и интересного. Рад видеть на канале Доброслав 13. И сегодня у нас тема баночек крепких мужских интересных настоек. Когда я ездил в Питер на Ленгран-Стакан, одна из настоек, что меня очень заинтересовало и мне понравилось, была настойка на сельдерее. Очень необычно, очень странно, да? Казалось бы, сельдерей и настойки. Я поговорил с автором данной настойки, потом еще почитал, полистал интернет разные источники, попробовал раз, второй, третий, отправил это все на перегонку, а вот потом с четвертого где-то раз приблизительно у меня получилось именно то, чем я хочу сегодня с вами поделиться. И вариант, который мне понравился. Вариант, который я пробовал на Ленгран-Стакане, и те зрители, кто были там, я думаю, тоже смогли попробовать эту интересную настойку. Она вкусная, пикантная, интересная, под мясные закуски заходят просто превосходно. Ну и еще есть такое мнение, что она достаточно интересно, положительно влияет на мужчин. Ну, сами пройдете в интернет, погуглите, почитайте и посмотрите, что же такого интересного делает сельдерей. И я хочу вам рассказать сегодня не одну, а две вариации сельдереевых настоек, потому что я не знаю, какая из них лучше. Каждая из них по-своему хороша. Пикантная сельдереевая настойка. Вариант номер один. Алкогольная основа 45%. Алкоголя домашняя сортировка. Нет у вас домашней сортировки? Ну, возьмите беленькую магазинную. Конечно, это будет поменьше крепость, но получится тоже достаточно интересно и достаточно вкусно. Хаотично измельчаем и отправляем в удобную емкость. От сельдерея идет невообразимый свежий, очень интересный, пикантный аромат. На самом деле, вот, ходят слухи, что для базовой настойки этого будет достаточно. Я же добавляю сюда чили, перец, чеснок сухой, обязательно сухой, потому что свежий уводит не в самые хорошие такие вкусовые ощущения. Добавка от меня это перец душистый. Он здесь играет просто превосходно. Дополняет гармонию данной настойки. И нужно чуть-чуть, совсем немножко добавить сладости. Когда изначально мне рассказывали про данную настойку, там, как вариант сладости, это очень маленькое количество сахарного сиропа. Я же пришел к тому, что я вот добавляю чуть-чуть совсем карамельного сахара. Все раскладки, все граммовки указаны в описании ролика. Ничего не упустите, ничего не пропустите. Закрываем баночку, хорошенько встряхиваем и отправляем в сухое темное место на пару неделек настаиваться. После этого фильтруем, разливаем по бутылкам и даем 2-3 дня отдохнуть. И можно будет дегустировать. Вот специально взял, друзья мои, баночку с бугельной пробкой, чтобы снимать ролики, делать для вас по красоте все. А то мне пишут, ой, что такое, что такое, Константин, у тебя постоянно все идет под крышкой вакс. Хаотично нарезаем сюда сельдерей. Настойка на сельдерее, версия номер 2, овощная пряная. Помимо базы, сельдерея и алкогольной основы, 45% домашней сортировки. У меня сюда отправляется перец болгарский, который задаст очень яркую овощную основу вкусу нашей настойки. Зимой использую замороженное. В теплый сезон можно использовать, конечно же, свежий. То же самое. Чили. Чили использую хлопьями, а не порошком, по причине того, чтобы потом было легче фильтровать. Ну и хлопья как-то поинтереснее вкус дают, как мне кажется. Следующей пряностью будет здесь у нас тмин. Очень интересная, ароматная, насыщенная пряность. И вместе с сельдереем, тоже ярким и пряным, будет превосходно играть. Вторую грань остроты я задам маленьким кусочком имбиря сухого. Можно использовать свежий имбирь. Раскладки все указаны в описании ролика. При такой комбинации напиток получается вкусным, но несколько скучным по цвету. И я вот пару раз уже пробовал, мне понравилось подкрашивать напитком сафлор. Он шафран имертинский. Или, сейчас вы напишите в комментариях, как называется этот цветочек, имитирующий дорогущий шафран. И стоящий не так дорого. Но как краситель, работающий превосходно. Теперь перемешиваем хорошенько и оставляем на 2 недели. В сухом, теплом месте, вместе с первой версией настойки. Пока такие вот баночки 2 недели будут отдыхать, прохлаждаться, у нас еще много разных вкусных, интересных запасов. Но, например, хочется нам ускорить процесс. Не 2 недели наставить, а хотя бы неделю. Берем крышку вакс, надеваем на банку и удаляем максимально воздух. За счет этого мы создаем в банке разреженное пространство и гораздо быстрее вкус, аромат, цвет. От наших всех компонентов ингредиентов будет отдаваться алкогольной основе. И в таком виде на неделю отправляем в сухое, теплое место. Когда вы настойку отфильтруете, дадите ей денек-другой отдохнуть, попробуйте. И если вам покажется вкус несколько рваным, таким неокруглым, неровным, можно добавить грамм 10 меда на литр. Он скруглит вкус, объединит их и поженит. Но здесь все зависит от качества изначального сельдерея и перца. Их сладости и их пряности. Не всегда мед нужен, поэтому сразу я его не кладу в банку. А третий вариант хотите, расскажу? Вот если вот-вот совсем вам не в моготу, очень побыстрее хочется сделать или такую вот, или такую настойку, или вообще почти любую настойку. Очень большое количество моих зрителей есть сувиды. 54 градуса, 8 часов. Отправляем настойку под вакуумной крышкой. Поплавать, погреться. После этого даем ночку спокойно остыть. Фильтруем, отцеживаем, смотрим, нюхаем, облизываемся, отправляем в холодильник. И вечером уже можно пить вкусную, хорошую настойку. Так что способов извлечения вкуса из-за различных ингредиентов существует превеликое множество. Либо неспешно, либо чуть побыстрее, либо прямо ах! Очень-очень быстро. Ситуации в жизни бывают разные. А вы, друзья мои, напишите в комментариях, какой из способов вам больше всего нравится. Классика, крышки вакс или метцувид. А может быть еще что-то экстраординарное, необычное применяете при изготовлении настоек. Сейчас много технических решений. Пока вы пишите комментарии, а я их читаю, настойки на это встаиваются. Увидимся с вами на дегустации и будем подводить итоги, что у меня получилось в этот раз. А на подходе, друзья мои, у меня отработка сейчас идет рецепта настойки на грибах. На белых карельских грибах. Пока результаты были не очень, но я, мне кажется, уже близок к тому, чтобы получить вкуснейшую настойку. Так что ставьте лайк, дергайте за колокольчик, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые интересные ролики. Ну вот и дождались. Готовы две версии сельдереевки. Фильтруются они достаточно легко. Первый раз грубая фильтрация. Просто прогоняем там через сито или какой-нибудь там крупный ячейство, какую-нибудь материю. Не суть важна. То есть удалить крупные фракции. И потом через ватный диск еще один раз я пропустил. Получил достаточно чистый прозрачный напиток. В принципе, я думаю, видно. Это цвет. Давайте вот на фоне белого листа. Версия первая. Это версия, соответственно, где вот был сельдерей, душистый перец. Так скажем, базовая версия, которую я подкрашивал карамельным сахаром. Если бы не добавлял карамельный сахар, то она была вообще такая очень-очень-очень блеклая. Сейчас слегка желтоватый, приятненький такой вот цвет. Мне нравится. Цвет симпатичный. Вот здесь вот я не знаю, камера передаст или нет. На контрасте стоят две рюмочки. И вот цвет второй версии, которую я красил сафлором, который называется Шафран-Имертинск. Все-таки более такая насыщенная по цвету. В сторону легкой лимонности получается окраска на стойке. Более яркая, более такая мощная. Но по большому счету визуальное восприятие, конечно же, важно. Но основное для нас что? Это вкус, аромат напитков. Первый вариант, базовый. Очень яркий сельдерей, переходящий в пряность. Причем вот какая пряность, нельзя вычеленить, что здесь как, вот что есть чеснок или нет чеснока. Вот свежий легенький сельдерейчик и уходящий такой в пряно-овощную, я бы сказал, основу. Аромат аппетитный, аромат приятный. Для тех, кто любит овощи, кто любит всякие такие вещи. И вариант второй, где был еще болгарский перчик. Здесь, как таковой, уже сельдерей на первый план не выходит, как в базовом варианте. Здесь такой вот, знаете, друзья мои, получается как овощной микс. Вроде есть и перчик, вроде и сельдерей. И вот такой вот набор овощей для бульона, я бы сказал. Для меня это аппетитно, потому что я такие штуки люблю. Причем здесь нет каких-то выпирающих ноток, выпирающих вкусов, ароматов. То есть достаточно все спокойно, без резкости. За вас, друзья, будьте счастливы, будьте здоровы. Пусть все у вас будет хорошо. Овощная составляющая, легкая пряность. И потом, опа, и неожиданно накатывает остринка. Легкая, не то, что там прям мощность какой-то супер-супер мощная. Но она приятная, слегка-слегка обжигающая. Если, как вот мы в чате общались, такой критерий доширачной остроты. Вот если брать за единицу красный доширак, то это будет, наверное, где-нибудь 0,4 от красного доширака. То есть слегка-слегка остренько, но при этом приятно. Вот мое мнение, что данная версия сельдереевки, она отлично подходит под мясные закуски. Под хорошие, такой, сытные мясные блюда. У меня сейчас такой вот будет следующий ролик сниматься. Это, друзья мои, датур бараний. Очень интересное блюдо, ни разу такого не пробовал. Буду впервые пробовать и еще из Калмыкии. И аккомпанемент к нему будет из Кыргызстана. Так что, кому интересно не только вот приготовление, но и обзор разной интересной еды, в описании ролика оставлю ссылочку на второй канал Доброслав 13 съедобных и несъедобных, где я пробую различные вариации вкусной, интересной, необычной еды и напитков. Заходите, смотрите. И вот я думаю, под этот датур бараний отлично сельдереевка подойдет. Версия вторая. Улучшенная, доработанная. Но лучше ли она, не знаю. Она просто другая. Она более овощная. Более такая вот салатного вкуса какого-то. За вас, друзья. Будьте счастливы, будьте здоровы. Пусть все у вас будет хорошо. Скоро весна, а за ним и лето. За вас. Ну, здесь более вот, да, более овощная, менее сельдереевая история. Это вот в сторону сейчас набирающих моду различных овощных настоек. Не так давно вот как раз готовил розбиф, и у меня там прямой аккомпанементом шла магазинная настойка лечо. Вот что-то в этой стезе, что вот у меня был рецепт 4 перца, что вот это вот с добавлением болгарского перца, сельдереевка, что вот я сейчас, придут мне сухие томаты, продолжу эксперименты еще в данном ключе. Мне данная тема в последнее время настойка в овощном русле, остреньких, пикантных. Здесь острота, в принципе, точно такая же, как и здесь. Легкая и невызывающая. Продолжу эксперимент. Тема, с моей точки зрения, достаточно интересная. Вот это уже более, наверное, такой богатый по вкусу напиток, но менее выраженный по конкретному вкусу. И этот, да, вот более сельдереевый и пряный вариант. И тот, и тот однозначно имеет место быть. И тот, и тот варианты под еду, под мясо, под какие-то такие вот шашлычки, под хорошие темы прям сытной мужской еды пойдут просто отлично и превосходно. Вот мне все-таки больше вариант первый нравится. Он более четкий, структурированный по вкусу. А здесь вот такой вот салатик-салатик. Всего и много разного. Каждый вариант имеет место быть. Повторяйте эти рецепты. Делайте, как мы. Делайте лучше нас. И делитесь своими достижениями в нашей группе ВКонтакте или в чате, в Телеграме. Где общаемся, переписываемся, делимся какой-то полезной информацией, но и результатами своих опытов и экспериментов. Как я, так и зрители канала, подписчики и гости канала. До скорых новых встреч. Все ссылки, как всегда, в описании. Раскладки там же. Скоро увидимся. Пока-пока. Впереди нас ждет самое вкусное и интересное. Я в этом уверен. Субтитры сделал DimaTorzok